Продолжение следует... Ну вот у нас уже и полпятого. Ой, пришла сегодня с работы так поздно. Там у нас вообще катастрофа. Как жильец одного нового жильца возьмут, так у него обязательно корона. И карантин потом. Сейчас на первом этаже 4 с короной. Они там в халатах ходят. Поэтому в этом масках ужасно. Я вставлю, как мы ходим. Болеют, конечно, все в лёгкой форме. Ну, у всех по третьей прививке. Но немножко так болеют. Болеют. То есть у меня на моём... Это же увезли одну в больницу. Но она не с короной. И вот так что-то... Вот. У нас завтра тест. Будут опять ПЦР этот тест делать. Задолбали, блин, уже. С этими тестами и со всеми на свете. И что-то у меня... Смотришь, как один глаз больше, один меньше. Если кто-то видит тоже, что вот этот... Вот этот глаз как будто больше, а этот меньше, да? Напишите мне, правда я вижу или нет. Правильно? Или у меня уже глаза косят. Вот. С этими тестами уже замучили. Пришлось... У меня завтра было... Это там... Как его называют? Всё забываю, как он называется. Физиотерапевт. Вот. Завтра физиотерапевт у меня. Я отменила, потому что у меня на 11.20, а в 11 только проедут тесты делать. Опять замучились с этими тестами и с этими. Но вроде я слышала, что с 19 марта Германия хочет... Наряду со странами Европы отменять все карантинные меры. Но посмотрим. Я слышала, что и маски хотят снять, и всё. Но даже не знаю. Посмотрим. В общем, до 19 марта осталось немножко, почти месяц. Ну, вот такие вот дела. А я сегодня поставила супчик варить сейчас на вечер. Короче, дела хватает. Села немножко передохнуть. С понедельника, с понедельника, с 14.00 опять занятия возобновляются. У нас немножко, как говорится, как каникулы были. Немножко отдохнули, а теперь занятия снова. Теперь опять пойдёт кота Васи. Ой, занятия, работа. Дома работа. Дома сейчас оформляю тоже мужу на флеге. В общем, я его буду как... Что я ему валю, стираю, готовлю. Вот что он сам не может это делать. Что, допустим, если мыться не сможет, то я его буду мыть. Ну, вот теперь вот автор. Как этот человек, который вот автора называют. Ну, кто немецкий знает, тот поймёт. Ну, проверяет, которое состояние человека. Дают ему... Что ему дадут? Какое штуфа? Штуфа, ну, первая, вторая, третья. Ну, третью, ну, нет, наверное, первую. Первую, скорее всего. То, что я за ним буду уходить, я за это буду ещё получать деньги. Будут мне платить, что это будет, как моя, считаться, как работа. Но только я не знаю, дадут мне или нет, потому что с нами ещё дети живут. Поэтому тут... Ну, теперь будет 17 числа. Они назначили нам встречу. Ну, как встреча? Встреча у нас будет через... По телефону они нам позвонят, и мы по телефону будем с ними разговаривать. Они будут задавать вопросы, будем отвечать. Должна быть я и муж. Вот. В общем, если что-то дадут, то дадут. И вот, если дадут больше штуфу, там идёт больше, тогда какой резон работать вообще? То же самое. Ну, работать в принципе всё равно я буду. Я без работы как я буду? Если мне будет по... Как сказать? Если они мне скажут, что работать можно, при его вот... Ну, если они установят, что он ещё может более-менее сам справляться, и что я могу работать, то я, конечно, работать буду. Ну, а если они скажут, что мне нельзя работать, ну, что смотреть за ним нужно везде с ним ездить, то тогда, конечно, придётся садиться дома и... быть дома, что делать? Ничто не сделаешь. Ну, такие вот у нас дела пока. Давно болталки не было такой. Да и не о чём было рассказывать. Я, в принципе, сильно не люблю рассказывать. Себе, ну, хотя бы... Хотя надо такое что-то всё равно рассказывать. Вот такие вот так вот. А сейчас я смотрю Олимпиаду немножко тоже. Мне почему-то нравятся зимние виды спорта больше. Я смотрю Олимпиаду зимнюю. Каким вы Олимпиадам отдаёте предпочтение? И вообще, смотрите ли? Ну, я как смотрю? Когда есть возможность... Вот сейчас села, у меня что-то, да, голова болит. Я пришла с работы там у работы Олисе. У нас... Ну, вот сегодня одна вышла, слава богу. А так мы были два человека на пять рабочих мест. Это что-то было. Сегодня она вышла, было полегче, правда. Но всё равно. Пришла уже домой поздно, быстро кушать. Поела, что... Ну, вчера оставались. Я гречку делала с мясом. Как раз моя порция. Я поела и поставила курицу с картошкой в духовке. Сделала. Немножко прибралась. И болит голова. Ну, выпила аспирин. Сейчас отсела немножко. Посидеть, посмотреть Олимпиаду. Да, села немножко. И сразу же поставила уже варить. И поставила косточки варить. Не знаю, или больше творили, или просто супчик творили. Что-то так жидкого захотелось. Давно уже не варила. У меня не едят дети супы почему-то. Не знаю, не любят. Никакие. А мне хочется супчика. У меня сало есть с лучком. Как раз завтра перед тестом лука наемся. Чего-нибудь покажет. Ну, вот в основном вот так, в принципе, и всё у меня. На сегодня. Ну, не на сегодня, а вообще болталка моя. Это я вам хотела рассказать сегодня. Сегодня делали на работе тест. У нас там болеют бабульки. На одном месте болеют полностью все, весь дом. Ну, вот такой вот. Ну, по этому коду смотреть, какой будет. Ну, это сегодня сделали, и завтра смотреть. Вот. Понятно. По этому коду. Вчера заехали в магазин, взяли вон сколько воды. И вон там стоит ещё. Ну, видите, в упаковке. Внутри упаковки взяли вот такой воды. Вот эту упаковку расставил муж. Почему мы ставим здесь? У нас места нету ставить. Ну, и это вот такая вот вода. Вольвик. Муж пьёт? Она без газа. Такая вот-вот. Она без газа. Он её пьёт. А мы пьём с газом обыкновенную газиров... Ну, как минеральную воду. Ставим здесь, ставили на балконе. Она там то холодно взорвётся, то... Ну, вот мы тут ставим её. Надо купить такую этот... Делать... Воду делать газированную. Стены у нас, видите, какие? Вот, надо всё уже начинать делать ремонт. А здесь... Может быть, я здесь не хочу делать ремонт. Типа, чтобы дети разошлись в квартиру взять. А когда они разойдутся, кто их знает. Ну, надо потихонечку начинать мне самой делать. В общем, вот... Вот, хочу вам... Раз показала воду, но рассказала совсем другое. Всем, мы немножко поесть вот такую селёдочку. Берём в русском магазине. Масли. Очень-очень нравится нам. Мы её открыли, уже чуть-чуть поели. Вот такая вот она, видите? Полосками. Уже всё готовое. Маленькими такими вот кусочками, полосками. Мы её обычно с картошкой, но я её так с хлебушком. Я сейчас несколько кусочков возьму. Мне ж надо мужу оставить. Кто скажет, что съела. Видите, какая вот она. Уже порезанная, всё без кошечек, без ничего. Хорошо. На этот... На шубу взял её вот так вот. Разрезал. И как раз две баночки я таких вот беру. И на маленькие кусочки нарезаю. Вот так. Ну, маленькие делаю ножом. И как раз не надо очищать селёдку, брать, не надо ничего. Вот самое милое дело. Очень. И очень вкусно. В масле залито. Она, знаете, как напоминает вкус, как и в оси была раньше. Вот эта вот рыбка такая же. Я имею в виду посола такого же. Очень вкусно. Смотрю Олимпиаду. Играет Канада с Германией. Ну и сразу занимаюсь делом. Глажу. Надо вот эту кучу перегладить сегодня. Вот. Поважала свою футболку. Глажу. Вот так. И полезным делом уже, сказала, занимаюсь. Ну вот. Кто смотрит Олимпиаду? Я вот Олимпиаду тоже смотрю. Когда есть, конечно, время. Играют. Канада, Германия 5-1 уже. Канада 5, я имею в виду. Ну, кто бы сомневался. Я с детства смотрю. Хоккей, сборные. Ещё сборные СССР играли. Ох, я всегда болела за сборную СССР. Знаю, какая команда Канады, какая команда. Раньше всех хоккеистов знала. И в канадской команде, и в наших. Когда играли Фетисов, Касатонов. Вот эти вот. Этот. Третьяк. Ох, это было что-то. Такие баталии были на поле. Сейчас спокойный хоккей. Сейчас я не знаю, с Россией посмотрю, как будут играть. Ой, раньше баталии были. Классно было смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok